Лидеры профсоюзов и правозащитники уже отреагировали на заявление президента об ответственности за провоцирование трудовых конфликтов в Казахстане. Убеждены, пострадают от этого трейд-юнионы. Профсоюзники отмечают, что ужесточение законодательства может повлиять на соблюдение закона со стороны работодателей, а именно соблюдение коллективных договоров. При этом в стране начинается новая волна репрессий против независимых профсоюзных организаций. В Казахстане с нового года идет обсуждение поправок закона о профсоюзах. Дискуссии, однако, ведут представители официальных трейд-юнионов, тогда как независимые структуры лишены этого права. Профлидеры также отмечают, что многие профсоюзы не могут получить официальную регистрацию, что препятствует развитию рабочего движения и защиты трудовых прав. Ситуация же на предприятиях нефтегазовой, горнорудной и металлургической промышленности, забастовки рабочих говорят о том, что трудовые конфликты до сих пор не разрешены. По процессу, который прошел о 37 нефтяниках, нет никаких данных о том, что именно Козлов, Облязов и другие, Китибаев, провоцировали этот конфликт. Кроме статьи за разжигание социальной розни, кроме тех поправок трудового законодательства, которые приняты были 17 февраля этого года и которые фактически легализовали локаут в случае проведения незаконных забастовок, хотят еще дополнительно усилить карательные меры. Реакция чисто связана с проведением репрессий, с консервацией не только политической системы, но и социальных отношений. Я категорически возражаю против сиюминутного введения таких мер, потому что сегодня можно, во-первых, с водой выплеснуть ребенка. Нельзя этого делать сегодня. А это было сказано потому, что это давит обстоятельства, понимаете? И ситуация говорит о том, что стирия трудовых отношений очень накалена.